И волей, и любовью. Можно и себя, и другие лечить. А я только во власти гормонов прибывала. Так это они придумали, что пукать это норма. Это норма. Всем привет. Мы снимаем подготовку к программе «Жить здорово». Честно вам скажу, чтобы сюда попасть, мне пришлось заболеть. И Елена Васильевна Малышева обещала меня вылечить. Но мне интересно, как сюда попадают другие леди. Вот, например, Никита. Никит, а что с вами-то? Здравствуйте. Я все замечательно. А почему вы здесь? На программе «Жить здорово»? Я, видимо, как пример того, что, обладая знанием, человек может сам выводить себя из стресса и депрессии. Так, и что для этого нужно делать? Поголодать. Что так? Стресс устроить себе еще больше. Вы не похожи на человека, который голодает вообще. Ну, пару недель назад, неделю голодал. 20-30 дней голодал. Серьезно? Конечно. Хорошо. То есть вы сейчас подвинете Елену Васильевну и вместо нее расскажете народу... Нет, нет, нет. Вместо я просто расскажу, потому что, обладая знанием, и волей, и любовью, можно и себя, и других лечить. Ну, что ж, пойдем проверим, достаточно ли там у Елены Васильевны знаний, любви и... И практике. И практике. Это очень важно. Да. Как в Камасутре. Можно знать наизусть, а в деле сплоховать. Никита, пока хватит. Да. Что тут у вас? Еще идет съемка, да, еще идет съемка, поэтому родновато еще. Надо просто посмотреть. Мы на экскурсиях. Да. А знаете, почему все люди прячутся здесь? Вот. Девушку наругала Елены Васильевны. Никто себе такой судьбы не хочет. АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте честно, вы бесплатно пришли сюда? Не за деньги? Не платят? Нет. Нет? Нет. А зачем тогда? Просто за здоровье. За здоровье? Да. Мне интересно, вы первый раз сюда пришли? Да, первый раз. А с какой целью? Просто интересно телевидение или вы поклонник Елены Малышевой? Ну, поклонник тоже есть. Да? Серьезно? Вы знаете, что многим, вот особенно молодая аудитория Елены Малышевой, известно как человек, который придумал целое движение под названием «Пукать – это норма». И вообще вот она как бы так очень иногда делает такие прям яркие программы. Вас не смущает это? Ну, в начале, когда было такое-то, а потом уже как-то суевсия с этим привык. Ко всему привыкаешь. Ну, между прочим, это очень-очень-очень тяжелый труд. Я даже не представляю, когда смотрю на Малышева, она все время на каблуках. И для меня это убийственно, потому что я работала по несколько часов на каблуках, после этого ноги можно просто ампутировать. Но теперь, теперь я знаю секрет Елены Малышевой, чтобы все 10 передач во время одного съемочного дня стоять на каблуках, что нужно, чтобы выдержать это. Смотрите. Походите, походите к Елене Васильевне. А мы проходим, проходим сейчас. Просто страшно получать бы глаз. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы снимаем вот процесс ваш, как тут все происходит. Да, это жестко. Вы единственная телеведущая, у которой так много мужчин-соведущих. Зачем вам они все в таком количестве? Не зачем, а почему? Потому что так вышло, что мужчины умнее женщин. Это доказано. Так. Поэтому, когда рядом со мной столько мыслящих, уравновешенных людей, я могу быть спокойной. Вы подпитываетесь от них, и в случае чего можете как бы расслабиться. Просто все решения принимают они, а я только во власти гормонов прибывала. Так это они придумали, что пукать это норма. До 20 раз в день человек имеет благородное право пукнуть. И еще есть искусство какать. Вы все придумали? И показали еще вот так. И показали? Вот эти люди. Вот, между прочим, это они. Посмотрите на их лица. И Елена Васильевна к этому отношению никакого не имеет. Они ей все только на ухо говорят. Клей прокладку на лицо. Наклеить, чтобы вообще глаза не размыкались. Вот так наклеить, и все. И все в таком духе. Елена Васильевна, вы смелый человек. Это да, факт. Поэтому мы вещи называем своими именами. И правильно делайте, Елена Васильевна. На этом стоим. На этом стоим. И на этом стоят на самом деле все интернет-мемы. Поэтому ориентируемся на Малышева. Это норма. Это норма. Ой. Это мой самый известный мем. Это норма. Нет, ну вы правда сказали, что это вы придумываете все эти штуки? Конечно, правда. Да? Или у вас есть какой-то специальный человек, который получает премию за это каждый месяц? И Иван придумал сегодня, как сделать... Иван придурок придумал. Нет, конечно. А что вы курите? Вы такие прям веселые, тут все энергичные. Ну, что... Это ничего не курим. Это сумасшествие такое пожизненное. А, понятно. Ну, вот хоть нашелся человек, который признался в этом. Я мало сплю. Так. У меня никогда не портится настроение. Я работаю 12 часов в день. Это только сумасшедший может так делать. Как вы восстанавливаете силы, хотелось бы узнать? Или это невозможно по-другому? Просто нужно собраться, когда находится рядом Елена Малышева? Я видела, как вы сейчас по печени получили. Надо собраться. Надо собраться. Надо собраться. Да. Ну, удачи. Удачи. Я не хочу здесь больше находиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова